Всем привет! Вы слушаете SD-Cast. Очередное включение с конференции Highload. С вами в этой студии реальной, в очередной раз, я, как обычно, Кейс Даймон. Сегодня у меня в гостях ребята из компании DataEgrat. Это Алексей Лисовский и Виктор Егоров. Ребята, привет! Всем привет! Это, в общем-то, ребята такие DBA-щики настоящие, которые руками творят всякие магические штуки. Наверное, учить разные проблемы. Тут буквально недавно вышел, как вы слышали, наверное, я надеюсь, подкаст с Ильей Космодемьянским. Мы там обсуждали какие-то более такие общие вещи, а сегодня мы решили собраться, попытаться по крайней мере обсудить какие-то более интересные такие насущные технические вопросы. Надеюсь, у нас это получится. Так что не ругайтесь. Ребята, ну, не знаю, с чего начнем. Давайте вот как-то хочется просто с одной стороны задать такой общий вопрос. С чем же самым наболевшим обычно приходят? Потому что вы, в принципе, как раз, ну, я так подозреваю, что много клиентов уже было, и там не один клиент, там, вы ведете каждого, да, много, вот. И что, Леша поднимает руку, давай. Да, я, наверное, начну. Всем привет еще раз. Ну, с чем приходят у нас пользователи, клиенты, заказчики, по-разному можно назвать? Да. Как правило, приходят, конечно, с тем, что не работает Postgres, да, то есть, какие-то проблемы всплыли, что-то не работает, запросы, там, база ложится, он киллер приходит. То есть, самые разные истории, но суть-то одна. Не работает Postgres, либо работает настолько плохо, и они не могут с этим ничего сделать. Да, и дальше мы уже включаемся в эту работу, просим от пользователей мониторинг, логи, конфиги, доступы в базу, если договором предусмотрено, да, и уже включаемся в работу, смотрим все эти вещи, включаемся, анализируем и какие-то уже решения предлагаем. Супер, слушай, а вот если как-то так, ну, уже, как бы ты так немножко начал, как алгоритм происходит, да, собираешь логи, вот там просто интересно, как как бы, вот как вы так сверху начинаете копать, то есть, условно говоря, конфигурация железа, конфигурация логов, ой, конфигурация Postgres, сразу примерно уже можно на первом этапе, это самое, наверное, очевидное, выявить какие-то косяки, что, блин, у тебя там, не знаю, 10 CPU, а у тебя там 124 гига оператива, это ты там в шерид буфер выделил там 1 кг. Да, тут что-нибудь такое вот. Тут есть два момента, во-первых, пользователь приходит с проблемой, у него есть какая-то проблема конкретная, которую он уже сформулировал, как бы, и вот, хочет, чтобы ее решили, и в ходе решения этой проблемы ты выясняешь, что вот еще в трех местах прикопано несколько крокодилов, как бы, и они там это уже зубы, как бы, сверкают. И ты по ходу решения этой проблемы, ты, как бы, решаешь ее основную, поставленную заказчиком, и говоришь, что у вас вот здесь с потолка, короче, зубы торчат, и вот из ванны там торчит крокодиль и хвост, как бы, надо с этим что-то делать. Все, и дальше мы уже согласовываем эти вещи и приступаем к их решению, вот так вот примерно происходит. Понятно, ну а проблемы, это все-таки, наверное, изначально какой-то application level, то есть там приложение долго работает, да, все равно, то есть я к тому, что, наверное, можно вот эти проблемы разделить, ну, мне так кажется. На какие-то категории. Категории, да, вот расскажи, как бы, какого класса бывает. Бывают проблемы, какие-то конкретно ошибки просто валятся там, ошибки, связанные с приложением, то есть они там работают, там медленные транзакции приходят, там... Ну, архитектурой, то есть, какие-то такие причины. Да, какая-нибудь проблема случается, постгресс просто перестает принимать соединение, либо просто перестает там быстро отвечать, и как бы все это с нежным ковом нарастает, и, короче, служба, ну, не служба, а сам постгресс перестает отвечать, и бэкэнд начинает пятисотить, все, случилась проблема. И вот мы вот эти вот клубки так вот разматываем. Плюс бывают проблемы, когда клиент просто хочет какую-то штуку у себя запилить, но не знает как. Например, там, вот, простой пример, там, ну, очереди, например, сделал, но очереди хочет, фоновую обработку событий вся, а у него тоже не работает. И вот он такой, вот, я слышал, что есть вот вы, вот, хочу что-нибудь связанное с очередями, вот, ну, у меня не работает. Кстати, про очереди, я помню, ты вчера, как раз, у тебя был доход, и ты там проводил. Ну, да, это как раз, кстати, одна из тех болей, когда ты приходишь к клиенту, у него нет, во-первых, мониторинга, во-вторых, у него там велосипедные очереди. Ты говоришь, зачем, ребята, зачем, твой велосипед уже есть, все уже давно изобретено, да, да, да. Ну, и вот Виктор, вот, не обманет, вот, есть ПГК, да, Виктор, вот, разбирается в ПГК, и там, как бы, очень большой накопленный опыт, там, ребята уже, ну, сама компания SkyTools, а он уже SkyTools их разрабатывали, они, там, многолетний опыт реализован в ПГК, учтены, там, сотни ошибок, граблей и всего что-то, как можно, и это концентрированный опыт, который надо себе поставить и, как бы, наслаждаться. Слушай, а расскажи немножко, двух словах, про ПГК, это именно, как бы, экстеншн или это отдельный сервис, который, ну, давай уже, Виктор, у нас как специалист. Привет. Ну, да, это отдельная утилита, отдельный сервис, который, ну, скажем, двухкомпонентный, есть процесс, который крутится рядом с базой, и есть экстеншн в самой базе, который предоставляет, ну, API, через которую вы можете... Ну, через который компонентный сервис. Да, ты с ним работаешь, да, дальше. Ну, как бы, работает отлично, учтены особенности функционирования Postgres, то есть, вот, его MVCC-модель, которая как раз для велосипедных очередей доставляет главную-головную боль, они обо всем этом подумали, и... MVC давай так просто раскроем еще для тех, кто вдруг, может быть... Ну, это модель версионирования данных, чтобы обеспечить конкурентную работу параллельных сессий, то есть, в Postgres, в частности, если вы делаете апдейт, по факту физически база делает удаление старой записи и вставку новой записи, а старая запись не сразу удаляется, а отложена. Это сделано для того, чтобы, если какая-то другая сессия параллельно, там, в процессе, там, отчет какой-то считается, чтобы она могла закончить свою работу. Ну, вот, как бы, если немножечко откатимся и вернемся к случаям, вот я могу вспомнить два последних случая, к которым нам обращались клиенты. Первый, пришел клиент, говорит, что вот у нас два раза была ситуация, когда крашивалась мастер-база, и ошибка с мастера приходила еще и на реплику. Мы все подняли, и в течение двух недель мы еще раз поймали эту же ситуацию, вот они приходят, нам говорят, помогите понять, почему оно крашится. Да, и вот мы там просили кучу всевозможной информации, анализировали и пытались понять, что же там такое происходит. И что же было? Ну, в их случае они делали слишком много ненужных модификаций функций, то есть create or replace function и тело функций. Причем они это делали безусловно, вне зависимости от того, менялись функции или нет. Просто нам какая-то небольшая миграция, и она подтягивала весь батч. Ну, это, кстати, обычный такой, мне кажется, подход, когда данные, ты понимаешь, что они могут сломаться, а create or replace, ну, она же все под капотом не сделается. Ну, вот, к сожалению, да, такое выяснялось. Но это, опять-таки, возвращаясь к теме, что проще программисту, возможно, возникнут проблемы в базе. А второй случай, вот, приходит клиент, говорит, вот, у меня есть большая таблица, и запросы, которые идут к этой таблице, они не соответствуют моим ожиданиям. Помогите. Ну, по времени выполнения. Да, помогите разобраться. Как бы, пока мы еще очень сильно с этим клиентом не раскопали, что же у него там происходит, это все в работе, ну, я думаю, раскопаем. Такие вот типовые случаи. Ну, а вот обычно, давай так, если просто попытаться порассуждать, просто как бы, да, просто как бы углубиться в какие-то технические. Ну, обычно, вот, да, большая таблица запрос тормозит. Что может быть причина? Ну, понятно, там, если, допустим, ну, опять, можно разделить на два класса. Это первый, как мы там понимаем, аппликейшн, новый какой-то там какой-нибудь рекурсивный запрос, я не знаю, там, который выбирает кучу всего лишнего, что не надо делать, там, полные сканы, джойнит их, там, значит, и вот в чем-то вливается что-то такое. Это, наверное, такой аппликейшн. Тут, наверное, поможет только, как бы, перевоспитание программистов, опять-таки, вот, я не знаю, из вашей практики интересно, насколько, как бы, именно разработчики, там, систем, ну, вот, я имею в виду со стороны программистов, да, владеют хотя бы какими-то базовыми навыками вот этого монитория. Мне кажется, очень важный момент, когда, вот, даже я у себя, там, ну, как бы, тоже сталкивать с тем, что у меня есть разработчики, которые, там, именно программисты, там, прикладные, да, и есть разработчики базы данных. Это, ну, как бы, мы, у нас было несколько попыток совместить, чтобы сами разработчики писали сквозь запросы, но в итоге это все не сложилось, ну, потому что они пишут очень плохо, очень криво, и поэтому мне проще, чтобы человек, который разбирается, написал нормальный запрос, да, нормальную, там, хранимку, 5-10. Но отсюда выливается побочный эффект, вот тот самый, когда программист, он говорит, ну, я же хранимку, там, вызвал, что, мне вообще пофигу, что там она, ну, он даже не понимает, что можно написать, там, explain query, вот, вот, какие-то базовые вещи, да, вот, насколько вы тоже с этим часто сталкиваетесь. Ну, это все очень индивидуально, иногда приходят клиенты, и ты у них смотришь, да, у них все достаточно грамотно сделано, и, то есть, там, нет абсолютно каких-то таких детских болячек, и тут надо разбираться немножечко глубже. Есть, как бы, самый классный случай, это когда приходит клиент, у него медленно работает, ты смотришь, у него там тупо индекса не хватает, ты быстренько создал индекс, у него все залетало. Они, как правило, вообще счастливы, потому что они, судя по всему, вообще плохо понимают механику, как это все работает, да, и им классно. А когда приходит клиент, у которого ты видишь, там, нормальная модель, там, везде ключи есть, первичные, внешние, там, все подперто индексами как следует, и тут уже надо разбираться глубже. Каким образом он создает себе проблему, почему вот, как бы, вот этот вот запрос у них, там, при такой нагрузке тормозит, и тому подобные вещи. Иногда приходится, ну, как бы, более сложный случай, это когда мы уже не можем стороне базы ничего подпереть, нужно работать с клиентом, чтобы он менял запрос. Ну, то есть, как бы, переписал его каким-то другим способом, чтобы явным образом, ну, как бы, склонить базу к определенному плану исполнения этого запроса. А самые противные случаи, это когда мы в общем и целом видим, что выбранная, ну, как бы, модель данных, она уже выбрана таким образом, что с ростом она будет тормозить. То есть, там заложена проблема производительности в, ну, в саму модель, и тут нужно, как бы, уже, соответственно, модель переделывать. Как правило, это самое болезненное изменение, и они за технический долг, который кладется в долг, в самый дальний ящик и тащится годами, к сожалению. Ну, да, это, конечно, непросто. Ладно, давайте как-то вот хочется, там, со стороны базы, ну, там, не знаю, обычно это типичные, не знаю, какие-то проблемы в плане настройки, вот, там, не знаю, народ, ну, мне кажется, ну, насколько вообще, как, как, из чего исходить, как правильно, там, не знаю, подбирать параметры какие-то. То есть, есть ли какие-то инструменты, там, не знаю, диагностики или какого-то первоначального, которые позволяют тебе оценить, там, на основе железа и предложить какие-то решения, может, что-то. Ну, то есть, понятно, что можно полезть в документацию почитать, да, долго, упорно почитать, потыкать на еще что-то как-то. А есть ли что-то такое, вот, что может какой-то дать быстрый-быстрый старт или нет? Вот какие-то штуки. К сожалению, ничего такого нет. Нет, да. Есть, ну, есть набор базовых рекомендаций из официальной документации, да, то есть, условно говоря, параметр shared buffers, типа, используйте, типа, да, значение, там, от 1,4, там, да, до 40%, типа, и, как бы, должно стать нормально. Но это рекомендация, как бы, базовая, и все инструменты, которые пытаются, там, какую-то конфигурацию предложить пользователю, то есть, есть, там, проект PGAudit, наверное, я уже не помню точно, но суть такая, что ты, там, указываешь, сколько у тебя процессоров, сколько у тебя памяти, какой у тебя тип нагрузки, VLAP или LTP, и он тебе, типа, предлагает набор параметров, которые нужно, там, в свой PostgresConf поставить. Вот, ну, они все, как бы, вот эти вот конфигураторы имеющиеся, они, как раз, основаны, там, на рекомендациях из официальной документации. Каких-то более продвинутых вещей, которые бы, там, анализировали нагрузку, там, и выдавали параметры, такого, увы, нет. Слушай, ну, вот так, если грубо, то какие, все же, вот, самые ключевые параметры, которые, в принципе, вот, имеют самый большой, наверное, импактного эффекта, да, на, ну, shared buffer мы уже много раз упоминали, это один из, что еще просто. Вот какие-то, ну, понимаешь, там, миллион, миллион, но все же есть. Понимаешь же, все там, все эти параметры, они имеют значение только в определенных случаях. Ну, да, да. Вот, но если мы говорим, там, про какую-то базовую настройку, про базовую настройку Postgres, понятно, что PostgresConf, он написан таким образом, чтобы запускаться, там, на самом, там, слабом железе. Вот, и, исходя из этого, все современные сервера уже более-менее такие хорошие. Даже вот у меня персональный дома компьютер, там, у него 16 гигов памяти. Это уже, там, можно свои виртуалки запускать, там, свои базы катать, там, и я, там, кластер кубернетиса раскатываю, там, и все это работает. Да, и если мы берем вот такой вот современный сервер, у него уже, там, будет, там, 64 гига памяти, там, будет, там, 30 процентов. Много ядеров. Будет прекрасно, да, и дефолтный конфиг, он вообще, ну, никак не подходит. И нам, соответственно, нужно конфиг этот адаптировать, как раз, вот, под ресурсы этого сервера. То есть нам нужно под ресурсы выделить, там, большее количество памяти под shared buffers, выделить больше памяти под, там, всякую временную память, которая используется, там, для сортировки workmem, больше памяти выделить для автовакуума, чтобы он мог, там, большее хранилище создать, там, под мертвой стройке, когда он, там, работает, да. И вот такие вещи, их нужно просто, там, поднимать, 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 и производительность под ресурсы будет становиться лучше, в отличие, если бы, там, был дефолтный конфиг. Плюс есть некоторые параметры, которые, там, влияют на то, как работают фоновые службы этого подгресса. Например, там есть чекпоинтер, который создает контрольные точки и отбрасывает уже ненужные версии, ну, ненужные файлы журнала транзакций. Соответственно, дефолтные параметры, они делают так, что, там, контрольные точки выполняются в 5 минут, и это довольно часто. То есть, имеет смысл, как бы, эту задачу растянуть на какое-то более длительное время, чтобы журнал транзакций не делал, ну, для журнала транзакций не делалось так много контрольных точек. Ну, если у тебя, в принципе, есть память, как бы, то, конечно, да, можно хранить больше и больше объема файла и реже его сбрасывать. Может даже быть ситуация, что база полностью влезает в память. Прекрасный такой кейс. Ну, это вообще прикольно, конечно. Можно shared buffers поднять, там, до 80% от общей памяти. Да, все блоки будут в нем жить, и, как бы, любая выборка всегда из памяти, все классно. Никаких грязных штейн. Никаких инмеморий. Слушай, кстати, вот инмеморий вспомнил, знаешь, очень часто, я думаю, вы тоже слышали этот вопрос, когда, там, в других разных базах каких-нибудь есть, там, опция, когда, там, табличку создать инмеморий. Ну, типа, для быстрой, для скорости, да, и после этого никогда такой опции не было. И вот это известно, что, ребята, ну, просто на улог, и, как бы, будет вам счастье, да, вот, как бы, что вы по этому поводу думаете. Правда оно так быстро, вот, прям, все хорошо с этим? Сейчас Виктор расскажет, я немного 5 копеек вставлю. Можно сделать костыльный вариант, линуксовые администраторы знают, что можно создать RAMFS диск, ну, TMPFS, RAMFS. Ну, неважно, да. Там их три на выбор, можно, самый быстрый, по-моему, TMPFS, вот, и потом, ну, смонтировать его, да. Тейбл Спейс, да, в нем создать табличку и good luck, have fun. Ага. Вот, но, Виктор, у тебя есть какие-нибудь идеи по этому поводу? У меня точно такой же комментарий, то есть, это можно сделать, но... Но зачем? Как бы вопрос главный, да, зачем вы хотите это сделать? Если у вас таблица горячая, она и так будет в памяти, то есть, это, ну, как бы, он динамически адаптируется. А если она у вас не горячая, то зачем вам ее в памяти тихать? Зачем вы ее тратите, ну, как бы, драгоценную память на что-то, что там не должно было бы быть, и заставляете что-то более важное постоянно гонять туда-сюда с диска на диск? Не, ну, по большому счету, как бы, если у тебя табличка какая-нибудь, там, табличка сессий текущих активных, да, то есть, она часто меняется, но уже постоянно такая ненужная информация. Просто no lock, как бы, все, вал не забивается. Камон, зачем хранить таблицу сессий в PostgreSQL? Есть же другие инструменты. С помощью спицы и булки хлеба можно сделать троллейбус. Ну, зачем? Не, ну, это так, как бы, такие... Ну, на самом деле, Виктор правильно говорит. Если база, о, если таблица горячая, и индексы для нее горячие, они будут шарить буферс, и они будут в оперативной памяти. То есть, это, ну, вполне себе in memory. Если данные не нужны, подтягиваются там раз в месяц, какая-то архивная, партиционированная таблица за 2008 год, ну, зачем ее держать в памяти, если она нужна раз там в месяц? Ну, да, ничего страшного, можно и подождать, в общем. Можно и подождать, да, для одного запроса, там, аналитического. Слушай, ну, вот мы тут немножко уже вспоминали, там, про диски, да, и, там, про чекпоинтер, который, чтобы реже все сбрасывал. Ты про это тоже, что я вчера в докладе говорил, и мне кажется, это, ну, я, как бы, кажется наиболее логично, что самая большая проблема из того, что это именно диски. То есть, все же, вот, как ни крути, по современным таким меркам, ну, CPU, да, если у тебя что-то, ты там, не знаю, вкатериал считаешь в стороне базы, ну, как бы, тут надо понимать, да, или, там, не знаю, майнишь, это одно, да, но типичные такие вещи, обычные, там, наши какие-то прикладные приложения, они, конечно, наверное, это больше всего проблема какая-то с диском связанная, с неправильной, потому что когда надо читать что-то, да, редкие данные, когда там не хватает индексов, когда, вот, может быть, какие-то системные сервисы, как-то тоже, там, чекпоинтер, опять же, вакуум вот большой, там, вообще, большой вопрос, там, не знаю, блотинга, да, когда у тебя много удаляешь данных, и ставятся распухнущие таблицы распухшие, и приходится много, так сказать, блоков читать. Да, проблема с дисками-то, она существовала изначально, еще до появления SSD, вот, когда появились SSD, они проблему дисков реально отодвинули, то есть... Но они не решили, они ее отодвинули, они ее отодвинули, да, то есть появились SSD, потом, спустя какое-то время, появились NVMe, и они реально, как бы, решают проблему, но они решают проблему в рамках одного сервера, да, то есть, один сервер, в нем установлен, там, условно говоря, дисковое хранилище, и вот оно решает проблему, вот это вот, ну, локально решает проблему. А сейчас появляются всякие кубернетисы, и у них, там, появляется иногда необходимость хранить Stateful, и вот этот Stateful, он должен быть, как бы, маленьким, потому что большой Stateful очень тяжело, ну, конечно, да, не надо что-то делать. И вот все вот эти вот шаридные системы, там, шаридные файловые системы, там, Safe, GlusterFS, там, Lindstore, оно, как бы, все прекрасно, но оно не быстро, и вот, как бы, проблема с дисками, она все равно остается. Мы, вроде, собираем стадо серверов железа, но мы по-прежнему имеем проблемы с дисками, с дисковым вводом и выводом, и вот, как бы, проблема с дисками-то остается. И в Postgres, хотя бы, можно как-то решать эту проблему с помощью SSD, NVMe, но в более какой-то глобальной перспективе, когда Postgres начнется шаридеться, там, на большое количество серверов, что там будет с дисками, непонятно. Ну, лично мне непонятно. Ну, как бы, говоря об SSD, на SSD они тоже разные бывают. Очень часто встречаются кейсы, когда клиент говорит, да, у нас же SSD, ну, как бы, мы видим, что в моменты, когда они приходят, говорят, что вот у нас что-то база затыкается, да, вот сейчас вот идет нагрузка, почему база затыкается? Мы смотрим, база сидит на дисках, то есть она тратит там основную массу времени. Мы ему говорим, что база сидит на дисках, но у нас же SSD. Вот, начинаются проверки, синтетические тесты, потому что по-другому показать ничего не можем. После того, как тесты показывают, что там какие-то совсем нетипичные для SSD показатели, мы начинаем выяснять, что там конкретно за SSD. По серийникам находим, что это какие-то там несерверного класса, ридер, дешевенькие SSD-шечки стоят, да, то есть они на чтение там нормально перформанс выдают, а как только мы начинаем писать, а база, ну, как бы, основная задача-то ее записать, данные, сохранить их, вот, там все становится очень печально. И когда начинается с ними разговор, что давайте все-таки, ну, как мы рекомендуем, вы поставите хорошие интеловские серверные SSD-шки, в какой-то момент мы их уговариваем, они ставят, да, и вот проявляется разница, да, то есть вот ее реально видно невооруженным глазом, как все сильно меняется. И, как бы, к сожалению, такая вот итерация, которая вот со всеми новыми клиентами, которые приходят и говорят, что у нас все круто, у нас там SSD, у нас там все заточено, они дают нагрузку, и у них все начинает затыкаться. И, как бы, приходится им рассказывать это опять, 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 опять. Ну, понятно, да, это, мне кажется, неизбежный такой процесс, и никуда от него не деться. Слушайте, расскажите, были ли вы какие-нибудь такие, знаете, интересные случаи, действительно, не просто когда там, ну, вот, там пришел, да, там индексы, еще что-то там, там SSD, а вот что-то такое, что приходилось, там, не знаю, даже. Ну, обычно, наверное, все же, мне кажется, типичный кейс – это просто здесь на Линоксе живет, да, навряд ли у кого-то в продакшене, там, на Винде, или все же такие тоже случаи бывают. Были случаи, к нам приходил заказчик два года назад, имя не буду называть, а то карту скидок у меня заберут еще. Так вот, они просили аудит, и у них сервера как раз-таки были на Виндовсе, Postgres на Виндовсе, и там было довольно много интересных историй, там же нету SSH как такового, там всякие РДП, вот это вот все. И мы через РДП настраивали подключение к VPN заказчика, подключались к РДП через этот VPN, работало все так ужасно медленно, и вот каждое движение мышкой, оно такое, как пошаговая стратегия, и нам надо было аудит, значит, сделать. И вот, мы ради этого дела, значит, поставили все там эти перформанс-мониторы, благо в Виндовсе они довольно неплохие, там довольно-таки крутой набор счетчиков, и ты можешь настроить вот перформанс-монитор и брать оттуда вообще всякую разную статистику. Ну, единственное, что она отличается, ну, названия между линуксовыми параметрами и виндовыми, они названия отличаются, то есть, там, условно говоря, тебе нужно посмотреть, вот вывод виртуальной памяти, да, в линуксе он по-другому называется название, а в винде по-другому. И вот, как бы, была такая путаница с именами, ну, в итоге, как бы, да, мы сделали там вот этот весь, настроили весь перформанс-дамп, вот, запускали, работали, там, анализировали, и в итоге-то, да, все сделали. Закончили работу, аудит, там, предоставили рекомендации. Ну, опыт такой, да, был. Прикольный. Он забавный, забавный. Когда все работает, так медленно мышкой двигаешься, так долго-долго отзыкчиво. Ну, да. Не, просто интересно, вот, возвращаясь к начальному вопросу, да, вот на линуксе, там, какие-то такие вот сложные кейсы, когда действительно, там, пришлось лезть куда-то, там, не знаю, в настройки, ну, там, уж не знаю, ядра-не-едра, там, Sys, CTL, вот, куда-то туда запасить. Давайте, у меня не случай, я расскажу. Интересные такие кишочки. У нас, значит, был случай такой, смешно вспоминать. Короче, парни, ну, они давно уже наши, одни из самых первых наших заказчиков, у них, значит, линукс, они недавно переехали на Цинтос, до этого был OpenSUSE, они, значит, переехали на Цинтос, на седьмую версию, и, значит, такие пишут нам, у нас неожиданно постгресс перебивается. Заходим в влоги, значит, смотрим, и оказывается, что у постгресса кто-то удаляет семафоры. Вот, и это было три года назад или четыре, и сейчас там может слушатель, как бы, а, семафоры удаляют, все понятно, короче. Но, как бы, я думаю, что это довольно редкая проблема, и мало кто с ней знаком. И поэтому, в чем там была суть? Мы при этом подключались под пользователем постгресса, вот, и долго не могли поймать проблему. Мы сначала просто там, Тейл, минус Ф, влоги смотрели, ничего не происходит, короче. Ну, окей, ты-то вон два дня там просмотрел логи, отключился, как бы, бах, там, через три часа постгресс упал. Ты заходишь, начинаешь реализировать, там, видишь те же самые сообщения, как бы, семафоры кто-то удалил у постгресса. Ты снова начинаешь там мониторить, смотришь, блин. Уже первым трейсом я смотрел, там, системные вызовы, связанные с мониторингом, ну, связанные с семафорами, с шаридными вот этими ресурсами. Кто же там их удаляет? Не могли поймать, короче. Ну, и все, и, значит, это, забили на проблему так слегка. Да, и админ, который заходил на сервер под рутом, он запустил эту команду перфтрейса от рута. И он смог поймать, как, вот, убийство семафоров. В чем заключалась суть? Систем D, у него есть процесс, логин D, ну, там, его субпроцесс. Он, значит, подчищает системные ресурсы, осиротевшие, ну, там, своя у него логика эта есть. И что он видел? Он видел, что постгресс-то, как бы, работает, да, и при этом задачи от постгрессового юзера запускались из крона. И когда крон отрабатывал, он за этим юзером почищал старые всякие там сегменты шаридной памяти, сегменты семафоров там, и, короче, вот эти вот все inter-process communication штуки. И вот он удалял, значит, подгрессовые семафоры, постгресс видел, что у него из-под ног выбили семафоры, а он их использует, как бы, для межпроцессного взаимодействия. Ну, и, соответственно, тоже складывался. Вот. А мы-то не могли поймать эту проблему, и как раз потому, что мы подключались под постгрессовым пользователем. То есть наша сессия всегда висела. Она есть, она сейчас есть. Она висела, она активна, и поэтому, как бы, логин D ничего не делал. Все решилось просто. Мы, значит, начали копать, почему систем D, тролливали, начали искать, и нашли, что вот в списках рассылки, значит, там был параметр remove IPC, IPC, стоял, значит, ЕС. Ну, все, мы его закомментировали, проблема исчезла. Начали копать дальше. Оказалось, что у Oracle в официальных документациях есть такая рекомендация. Потом она в постгрессе появилась. Там, Cintos 7 тоже был такой новиночный, такой, только-только вышел. Вот, это было, как бы, в новинку. Мне в этом плане, вот ты вспомнил Oracle, я просто так с Oracle немножко работал, мне очень нравилось, когда их запускаешь, инсталлятор, он прям делает теорийный систем, говорит, чувак, вот у тебя систем CTF, значит, вот надо, рекомендуем тебе там VMM, VMAX, и вот ты, как бы, просто копипаст раз, в системе прописал, и уже, как бы, знаешь, что вот в этой части уже, как бы, все неплохо будет. Почему, почему такого нет в постгрессе? И никто не сделает? Ну, наверное, это связано с тем, что все-таки Oracle, ну, я тоже ставил его через инсталлятор, да, видел этот интерфейс, по-зросу мы как-то проще ставим, он приходит с пакетами, ты поставил пакеты. Не, ну я понимаю, там, юм инсталл. Есть бинарники, да, и создать, инициализировать новый кластер, там тоже, и нет-двеб, все готово. То есть, процесс достаточно простой. Ну, к сожалению, да, есть вот это вот дальше, такая небольшая, может, для кого-то и большая серая зона о том, как это все настроить, чтобы оно хорошо бегало. Вот, в принципе, когда мы говорим, ну, на конференциях или еще где-то о том, как настраивать сервера под подгресс, мы никогда не начинаем сразу с настройки самого подгресса. Всегда объясняем, что вы должны настраивать весь сервер целиком под базу. То есть, ядро сконфигурировать, файловые системы сконфигурировать. Ну, расскажи, расскажи, расскажи немножко поподробнее, что обычно вы там говорите, что здесь, как-то. Ну, а если, значит, там сконфигурировать ядро, ну, ванильное ядро... Обычно, обычно... Выкинуть ненужное, понятно, а вот что? Главное, залезть в sysctl.config и выкрутить там параметры работы с виртуальной памятью, обязательно настроить там background writer, чтобы он, скажем так, работал не такими большими кусками через длительные периоды времени, а, ну, небольшими кусочками, но более постоянно, да, чтобы, ну, как бы, фоновая нагрузка на диске, она была, ну, как бы... Размазанная. Ожидаемая, да, и размазанная. Ну, то есть, как бы, это все нужно обязательно сделать. Если у вас там... Ну, какие-нибудь, не знаю, банальные, наверное, там, Max Open Files, наверное, как же. Postgres U, кстати, нет? Max Open Files не нужна. Не такая проблемная вещь. Там, смотрите, во-первых, Numa. Все сервера же, а не Numa архитектура, используется неоднородный доступ к памяти, и если больше одного процессора, соответственно, Numa автоматически используется. Отслеживаем Numa, смотрим, чтобы была всего одна зона и память была в режиме интерливинга, ну, чередование памяти. Потому что, если большой сегмент шаридной памяти выделится только в одном куске Numa, и какой-то небольшой кусок выделится там в соседнем узле Numa, то latency запросов будет скакать, и, короче, будут проблемы. Плюс еще есть у виртуальной памяти в Linux есть там механизм дефрагментации памяти, когда он начинает между Numa зонами перекидывать память, чтобы там сделать некий баланс производительности и latency. И вот на таких операциях дефрагментации можно замечать иногда фризы. Ты смотришь в топ, и процессы остановились на буквально секунду и пошли дальше. То есть, такие вот задержки, они очень неприятные, когда все запросы у тебя подзалипают. А это какой-нибудь внутренний, условно говоря, коммит в виртуальной памяти произошел, когда он переносился. Решил, что надо на этот момент перенести, так сказать, немножко переформировать. Да, и эта проблема, она особенно хорошо стреляла в третьих версиях ядра, там, начиная с 3.0 до 3.16. В 3.16 там пофиксили баги, не баги, а поведение при работе с транспарентными большими страницами, вот, тоже, когда они были включены, можно было наблюдают такие фризы. И проблема потихоньку как бы так сошла на нет. Но это Numa, да, кроме Numa есть же еще другие вещи. Вот Виктор сказал про виртуальную память, в ней там работа всякая идет, потому что Postgres он полагается на виртуальную память, на ее механизмы, его райтбэка и сброса грязных страниц на диск. И поэтому, ну, кроме того, еще есть файловая система. В файловых системах, например, есть барьеры, такой механизм, когда нужно переупорядочить операции записи на диск в определенном порядке, выстроить их и потом отправить. Ну, чтобы сэкономить это. Это не только на экономии, это связано с безопасностью, чтобы не потерять данные. Там нужно записать данные в журнал и, значит, при записи в журнал нужно, значит, там запросы упорядочить. Вот. И если у нас надежное хранилище, которому мы доверяем, там, условно говоря, RAID массив с надежной батарейкой, с батарейками тоже бывают проблемы, кстати. А батарейки – это такая штука, мне кажется, по которой очень много людей забывают. Ну, у нас же массив и все, 2-3 года эксплуатации, а батарейку никто не проверяет. Ну, вернемся к файловым системам. Вот. Если у нас, допустим, RAID надежный, с хорошей батарейкой, плюс там даже, возможно, стоит SSD энтерпрайзная, про которое я уже сказал, да, у которых свои конденсаторы для кэша, да, все надежно, то барьеры можно у файловых систем, как бы, отключить, потому что мы доверяем нашему железу, да. И таких вот вещей, как бы, попадается больше и больше. Вот. Энергосбережение, вот, опять же, то есть, процессора современные, они же умные, они же не хотят постоянно коптить воздух, поэтому они выбирают в соответствии с нагрузкой там определенный режим энергосбережения. А там тоже довольно много историй, то есть, раньше был там ACPI драйвер, сейчас есть Intel Pestate драйвер, который игнорирует параметры энергосбережения операционной системы, и у него есть свои встроенные регуляторы энергосбережения, прям в самом драйвере, и он управляет процессором и говорит ему, какую частоту там настраивать. И вот ты тоже смотришь на все эти параметры, как бы, и тоже их регулируешь. Слушай, а тут интересно, то есть, условно говоря, там, ну, у тебя поздно живет, живет, он, процессор такой, ну, блин, нифига не делай, дай-ка я понижусь тут, да, он понижится. Тут фига приходит запрос, который, блин, мне тут надо всего и много, и вот это, опять вот, это сказывается на лейтенсе, пока он прочухает, что ему надо переключиться. Сказывается на лейтенсе мелких запросов. Длинный ALAP-запрос, если пришел какой-нибудь, этой задержке будет незаметно просто. Ну, я понимаю, да, на общем-то, запрос вполне... А вот на коротких LTP-запросах такой всплеск может быть, допустим, ну, неприятным, там, какие-нибудь, там, десятки миллисекунд могут быть. Он не столько неприятный в плане лейтенсе, он еще неприятный тем, что, ну, как бы, понять надо, что происходит, по каким причинам база периодически начинает на... Кстати, интересно, как диагностировать такой кейс, вот, когда, то есть, у тебя вроде запросы, там, если они, там, часто выполняются, все хорошо, там, да, 2, 3, 5, там, миллисекунд, потом, какой-то такой раз, у тебя, хоп, там, 40, вот с чего бы это вдруг так, да? Это уже, это уже по наитию приходит, это уже как интуиция. Так, ну, пишет разработчик, так, свои проблемы в чат, такой говорит, у меня первый вызов запроса занял 120 миллисекунд, а второй уже 3 миллисекунды, там, ну, да, с цифрой. Не, ну, первый окей, там можно считать. Ты, как бы, такой говоришь, ага, ну, это, как бы, влияние кэша, то есть, кэша, ну, первая мысль, да, конечно. Прочитался с диска, потом прокэшировался в шаре, да, и вот уже лежит, все нормально отдается. Он тебе говорит, ну, нет, следующее, там, тоже, как бы, там, скачет время, ты такой, ага, это значит уже энергосбережение. То есть, ты уже, как бы, свой граф проблем в голове уже какой-то есть, и ты на основе него уже принимаешь решение, и, там, редко бывает, что, там, какие-то отклонения такие странные, и приходится чесать реку. Слушай, еще вот про файловую систему. Хотелось тоже немножко раскрыть мысль. Вот моя позвис, он, в принципе, ну, в отличие от того же Oracle, где там есть всякие директы, там, и ХСМ, которые напрямую с блочным девайсом, они так хвастаются, что, ребята, мы тут сами, значит, и, там, размажем, разрулим, и дайте нам только блок девайса, и не парьтесь, нам операционка вообще не важна, да. Подписи этого не было, нет, и, насколько я понимаю, вот, вроде как, это и не нужно. То есть, народ считает, что это, там, не нужно. Это нужно, это сложно. А, я, значит, да, наверное, я чуть ошибся, что из-за архитектуры, которая была реализована, добавить сейчас поддержку именно такого прямых, прямых, там, чтений, это тяжело. Они умышленно пошли на такое поведение, потому что они, ну, как, во-первых, у Oracle ресурсов немножечко побольше. Ну, это мы все понимаем, да, конечно. Вот, и они не хотели себя ограничивать каким-то определенным узким кругом систем операционных, на которых они могут работать. И поэтому они сказали, что они будут полагаться на поведение операционной системы в этих вопросах. Да, так сложилось, что, ну, как бы, очень много инсталляций на Linux, потому что Linux очень популярная и удобная система. И очень часто всплывают разговоры о том, что, ну, как бы, нам нужно директ.io, особенно, недавно тут выяснилось, не очень хорошее поведение ядра, оно может в определенных ситуациях не сбросить на диск страницы, но при этом вернуть некорректный статус приложению, и приложению нет никаких средств понять, что страницы не были сброшены, да, оно думает, что все в порядке. Это может, конечно, привести к проблемам, но приложение обвинить в этом, ну, как бы, сложно. И вот, да, как бы, очень большие были обсуждения на эту тему, ну, конечно, в данный момент заключение в том, что мы ничего не можем при текущем положении вообще сделать, они, разработчики Подгресса, общаются с разработчиками ядра, и, насколько я знаю, несколько раз ребята, по-моему, посещали митапы и, в частности, обсуждали с разработчиками ядра, то есть, как бы, со своей стороны, как и база выдвигает требования и ожидания операционной системы, и что бы они хотели видеть, что бы, что изменилось в операционной системе. Ну, как бы, к сожалению, ну, тут вот это поведение Linux такое, ну, нужно ждать, когда изменится статус-кво в ядре. Ну, хорошо, пока, в общем, юзаем файловую систему. Вот, кстати, тоже, на каких обычных файловых системах база, база, все же, в Linux лежит, есть у вас тоже какой-то, ну, там, понятно, что, наверное, на экстра, там, 2-3 уже никто, или все же есть тоже. Ну, просто что сейчас, как бы, вот опять, может быть, какие-то плюсы-минусы там, именно файловых систем, с точки зрения размещения на них данных, баз данных, там, например, позвеса. Первое, это мы занимаемся администрированием базы, мы не занимаемся администрированием серверов, инфраструктуры клиента. Если мы приходим к клиенту, у него внутренняя политика работать, вот, на таком железе, с такой операционкой, на таких файловых системах, мы тут особо ничего повлиять не можем. Мы можем дать какие-то рекомендации, там, если нам что-то кардинально не нравится, но тут мы, как бы, подстраиваемся. А, в принципе, для себя мы не заморачиваемся, используем X4. X4, да? То есть, не XFS, там, не ZFS. XFS тоже используется у некоторых клиентов, ZFS, по-моему, нет. Вот, кстати, интересно, ZFS тоже, ну, такая, ну, понятно, там, что в Linux его, как бы, к сожалению, там, кедре нету, да, только через, там, extension, там, в YZ, в Solark, там, оно все есть. Ну, вот их, там, вот эта тема снапшотов, и вот, как бы, с точки зрения базы, вот, интересно просто порассуждать, не знаю, просто интересный механизм для того, чтобы, может быть, там, за счет вот этого механизма файловой системы, да, сэкономить или где-то, там, как-то добиться больше, там, какой-то, не знаю, надежности базы, вот, что-то такое, какие-то мысли. То есть, речь о бэкапах. Ну, например, кстати говоря, да. Вот, кстати, как ZFS, всегда же приводит хорошо, что ты, там, делаешь просто снапшоты, и всегда можешь легко, быстро, там, откатиться. У меня тут нет никакого экспириенса, я не могу это прокомментировать. То есть, с моей точки зрения, бэкап, после того, как вы его сделали, нужно протестировать, что вы с него можете восстановиться. Вот. И если эта процедура отлажена, если вы не только делаете снапшоты, но и с завидной регулярностью восстанавливаете из них базу, и вы проверяете, что к этой базе восстановленной вы можете, она нормально поднялась, вы можете к ней подключиться, и там те данные, которые вы ожидаете, там увидеть. Пожалуйста, пользуйтесь этой функциональностью. Мы, ну, как бы, у своих клиентов настраиваем, в основном, ну, стандартные подростовские системы бэкапирования. Это снятие логических снимков PG-дампом для длительного хранения, и если клиенту необходимо снятие фулл-бэкапов и хранение, ну, архивирование транзакционного лога для Point-in-Time Recovery. Ну, то есть, то, что мы настраиваем. Ну, как бы, у серьезных клиентов, у которых большая нагрузка и, как бы, там, важные данные, особенно финансовые, это нужно делать обязательно. Если нет, мы, как бы, там, начинаем гундосить постоянно. Надо сделать бэкапы, надо сделать бэкапы. Тем более, сейчас это можно все хранить в S3, и, то есть, не встают вопросы о том, что у нас там не хватает места, ну, как бы, все доступно. Ну, мне кажется, место, даже сейчас место, оно, в принципе, довольно такой дешевый ресурс, то есть, ну, поставь ты себе еще там, купи себе полку дисков, даже самую дешевую, ну, все равно у тебя уже будет лишний бэкап, это всегда плюс. Ну, да. Слушай, а, кстати говоря, если вот вообще к инструментам для бэкапа, вот, но, как бы, по годам, понятно, это штатные вещи, а что-то еще какие-то есть вещи, которые, вот, ну, популярные, удобные, или, в принципе, по годам вполне достаточно, вот, из вашей такой практики. Ну, по годам, это же логические снимки. Ну, да. То есть, вы можете просто-напросто развернуть этот снимок в другую, ну, в другой инстанс и начать с ним работать. Вы не имеете возможности делать Point-in-Time Recovery, то есть, восстановиться на какую-то определенную точку во времени. Вот, и для того, чтобы иметь эту возможность, вам нужно, ну, как бы, делать бинарные бэкапы. Ну, как бы, с подростком поставляется утилита PG-based бэкап, ею можно сделать снимок, и также существует несколько, ну, сторонних утилит, PG-Barman, Valgy, 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 вот это все. Да, они все ориентированы на то, что вы управляете бэкапами, там, не только вы их снимаете, там еще эта утилита позволяет вам задать время хранения бэкапов, ну, то есть, какую-то политику, там, либо сколько бэкапов вам нужно делать. Ну, немножко просто такой более автоматизированной. Да, чуть-чуть, скажем так, упростить вашу работу. Вот. И, как бы, ну, тут уже кому что удобно. Главное, чтобы у вас были бэкапы, главное, чтобы вы обязательно тестировали. Да, вопрос удобства. Если сервера размещены уже в Амазоне, то, конечно, имеет смысл использовать, там, Valgy. Если есть какое-то свое оборудование, свои, там, дата-центры, свои полки, свои сервера, то можно использовать PG-backrest, PG-barman, и на своих, там, серверах размещать каталог, каталог резервных копий. Понятно. Давайте, наверное, теперь еще поговорим про кластеры, потому что, ну, навряд ли атипичный кейс, это какой-нибудь один сервер, либо, скорее всего, все-таки какие-нибудь там реплики. Конечно, конечно, да. Репликация, она практически в любой инсталляции присутствует. Даже если у тебя, там, один боевой сервер, то есть она репликация просто для, такой, там, горячий, холодный, я уж не знаю, там, резерв, да? Да, да. В качестве резерва используется, и, ну, во-первых, репликация в Postgres, она надежная, она работает хорошо и стабильно, и она, там, с версии 9.0, да, если я не ошибаюсь, уже сколько, 7 лет. За 7 лет она, как, вызрела, настоялась, да, надежно. Поэтому, как бы, бояться ее использовать не стоит, то есть, да. Ты говоришь по стандартную логическую репликацию. Да, по стандарту, если ты используешь Postgres, да, то ты себе для отказоустойчивости вешаешь, там, реплику и используешь ее. Единственное, что, настраивая, понимаешь, там, она по умолчанию синхронная, можно использовать синхронный вариант, но это, как бы, уже, если уже клиент действительно этого хочет, потому что у меня тоже есть свои ограничения. Ну, да, конечно же, надо дождаться записи, там, журнал. Да, да, пока журнал запишется, воспроизведется все эти вещи. Ну, да, репликация используется, то есть, это, как бы, вот, маст хэв. Имеешь Postgres, имея репликацию. Слушай, а ведь для репликации что-то еще какие-то есть сторонние, да, средства? Вот, их же столько много было, мне кажется. Ну, смотри, раньше была логическая репликация на основе триггеров. Триггерная репликация слони и ландистов. О, слони, да, я помню. Вот, они до сих пор используются, между прочим. У нас есть клиенты, у которых есть слони репликация, они табличные ассеты, наборы таблиц реплицируют между серверами. И это тоже вполне надежная штука. Единственная задача возникает, там, добавить табличку какую-нибудь, либо там, сделать на ней какой-нибудь альтер, там, поле добавить, там, типа поменять. Ну, типа поменять, по-моему, нет. В основном поля добавляем. И оно работает надежно и без проблем. Вот. Есть некоторые отличия между логической репликацией, которая бинарная, пасгрессовая и вот триггерная. Виктор, наверное, про нее и хотел рассказать. Ну, я хотел добавить, что, как бы, я думаю, что от триггерной, ну, или логической репликации в принципе уйти не получится, потому что она дает дополнительный функционал, который не предоставляет физическое. Ну, гибкость. Она дает гибкость, безусловно. Она дает гибкость, да. Самый главный ее, собственно, плюс. Вот. И, да, и плюс еще вот у Слоня там есть такой, такая особенность, что он сериализирует транзакции, которые происходят на мастере и обеспечивает доступность изменений на реплики в серийном порядке. То есть, есть некоторые случаи, к сожалению, я не могу вам привести пример, потому что я сам с этим не сталкивался, но были обсуждения, и люди говорили, что им нужно это для работы, чтобы на реплике транзакции... Имеет точную последовательность вот такой же. Да, сериализованное наполнение реплики. То есть, Слоня это делает из коробки. Вот. Ну, мне кажется, что это такая достаточно... Ну, и логическая встроенная репликация, она еще на данный момент даже немножко не дотягивает до того, что могут предоставить триггерные репликации, потому что встроенная не умеет реплицировать сиквенсы. То есть, это еще не добавлено. Вот. Ну, как бы это все будет развиваться. То есть, данные будут консистентны, но, как бы, нишки в сиквенсы не будут меняться. Да, в сиквенсы не будут меняться, да. Вот. Ну, то есть, есть расширение пиджи-логика, лоцеком квадранта, которое построено на той же технологии. Вот. Оно умеет сиквенсы тоже менять. Виктор, у меня такой вопрос. Встроенная логическая бинарная репликация. Встроенная логическая. Четыре прилагательных. Ты, когда реплицируешь таблицы, там индексы. Что с индексами происходит? Это не реплицируется? Либо ты можешь свои индексы навесить? Нет, ты можешь свои индексы навесить. Главное, чтобы у тебя был первичный ключ. Потому что без него она не будет. А первичный ключ, то да. Вот. Ну, в этом-то вся и соль, что у тебя, ну, идет логический разрыв. То есть, это не бинарная копия мастера, с которого ты реплицируешь. Это абсолютно другая логическая инстанция, которая живет своей жизнью. Ты там реплицируешь эту табличку, у тебя там другие индексы для других целей и так далее. Ну, это хорошо с точки зрения, например, когда ты данные из LTP куда-нибудь в хранилище складываешь, тебе не нужны боевые индексы вот эти горячие, а тебе нужны совсем другие, по датам, по совсем другим. Это очень удобно с этой точки зрения. Наверное, такой типичный кейс используя логический. Ну, вот стандартная логическая репликация, она, к сожалению, не будет работать. Если вы, например, хотите свести из многих операционных баз таблицы в одну и, например, дать им название, ну, с каким-то суффиксом, там, по стране, по региону и так далее, переименовать таблицу не получится. Триггерная репликация это позволяет, а встроенная логическая нет, только один к одному. Ну, есть такое ограничение. Я обсуждал его с разработчиками, они говорят, что да, есть такая задача в бэклоге, но вот, к сожалению, она не самый высокий приоритет имеет, когда-нибудь появится, но пока вот... Ну, кстати, да, это тоже, в принципе, удобно, когда там, если есть несколько разных баз, именно собирать в одну для той же самой, опять же, хранилищей. Ну, как бы, вот мое предыдущее место работы, мы как раз из-за этого не переходим, там, ландист используется, но логическую перейти нет возможности. Понятно. Давайте тогда поговорим про, наверное, про кластер с точки зрения отказа устойчивости, да, потому что вот излюбленный, наверное, больной вопрос, там, автоматический фейловер и прочие штуки, да, все хотят, чтобы все работало само, ну, как бы... Под капотом, да, да. Чтобы происходило, ты как бы просто ездишь. Да, 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 то есть, там есть мастер, вот у меня там реплики, все упало, хочу, чтобы оно там само переехало, да, вот ваша такая боль или какие-то, может быть, не знаю, такие... Ну, смотрите, там же, там же, как бы, нет... Есть две проблемы, на самом деле. Это ложное срабатывание, да, и проблема, чтобы приложение знало топологию кластера. Кто сейчас мастер, кто реплики, чтобы там запросы на запись туда, запросы на чтение сюда. И вот если с топологией более-менее, все более-менее прилично есть сервис дискавери, ты можешь через сервис дискавери опрашивать, узнавать топологию и, как бы, работать с текущей картиной мира. То есть, с сложными срабатываемыми всегда все плохо. Буквально вот на вчера или позавчера, и, Виктор, я не знаю, ты читал, у нас есть клиент, классный клиент, они используют патронии, и мы патронии часто используем для всякого мейтенанса, когда нужно там апгрейдить сервер, там, постгрессы, либо пакеты просто обновить. Там делаем свитчовер, все, как бы, обновляем, потом делаем снова свитчовер, мы вводим машину в строй. Ну, вот произошел, как бы, сработал автофайловер из-за того, что консул перестал в какой-то момент отвечать, то есть сервис дискавери. Патронии потерял связь с консулом, завершил работу, остальные агенты патронии, значит, поняли, что что-то идет не так, короче, и запустили автофайловер, база, как бы, сложилась. Проблема вот такая. Но, как бы, разработчики патронии тоже, как бы, они разрабатывают продукт, там, заведены issues. У них, значит, на гитхабе, и, как бы, работа будет проделана, ошибки будут устранены. То есть, вот и получается, что автофайловер, он, как бы, вот, подвержен ложным срабатываниям, и если ты пилишь штуку для автофайловера, ты все время сталкиваешься с какими-то новыми проблемами и дорабатываешь свой автофайловер в постоянной жизни. Ну, чтобы охватить как можно больше кейсов, потому что заранее, как бы, очень-очень тяжело. Ну, собственно, далеко ходить за примером не надо, гитхаб, да, мы все вычитали, так сказать. Вот, все отвалилось, сплитбрейн. Достаточно записать 2-3 строчки в, так сказать, отвалившиеся кусочки, и потом они потратили сколько часов на то, чтобы 24 часа, 11. Руками свести, собрать из бэкапа накопительные. Из бэкапа там восстанавливались, то есть там вообще... Как бы, да, тяжелая, тяжелая, да, ножа. Ну, вот это все выливается в то, что, если посчитать суммарное время, простое баз из-за вот таких вот лорных срабатываний, зачастую выходит, что автоматический фейловер обходится дороже, чем его отсутствие и ручное переключение в момент аварии. Ну, как бы, тут надо выбирать, что вам важнее. Шашечки или ехать? Ну, тут мы опять, наверное, возвращаемся к тому же пресловутому вопросу о том, что быстром и качественном мониторинге, и что на самом деле в некоторых случаях быстрый качественный мониторинг, если у тебя есть дежурный, там, инженер-админ, который может просто тут же зайти быстренько за руками, написать, все, загасили. И написаны инструкции, чтобы даже уборщица смогла сделать свечер. Да, 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 вот. То есть, это, в принципе, действительно такое, надо, надо, как бы, определить, что для тебя важнее. Вообще, автоматический фейловер, ну, не знаю, вот мне так кажется, что если ты пытаешься заморачиваться над темой автоматического фейловера, но это либо у тебя какая-то необслуживаемая система. Вот у меня, вот, лично у нас такая тоже есть проблема, да, мы там разрабатываем систему безопасности, и у нас, по сути, такой программный аппаратный комплекс, тоже у нас там будет, может быть, несколько узлов, соответственно, Postgres, тоже кластер, репликация, да, один там, условно говоря, VIP, это там на записи, собственно, все, и вот разливается все это на слоевые, вот. Ну, мы там что-то типа этого самого, корового... Коросинка. Коросинка, да, юзаем, ну, потому что у нас там много чего под капотом. Соответственно, доступа на железку, в принципе, нет, ну, для клиента это такая черная коробка. И вот вопрос тоже, все-таки, а как же автофейл ролл? Ну, вот мы пока, понимаешь, что эту проблему не решили до конца, то есть мы в каких-то случаях просто там делаем отдельный дамб, бэкап у себя там под капотом на изменение данных, потому что если что-то, то нам надо переливать всю реплику, ну, блин, в общем, сложность это вопрос, тяжко. Там, да, при эксплуатации всякие разные вещи, какие всплывают, которые нужно решать, и как бы такого дженерика автофейл овера, его как такового нет. Каждая там делает что-то, изобретает, но вот все время истории всякие всплывают. Слушай, а мне вот, знаешь, в контексте всех этих, там, вот сейчас сервис дисковери, там, консуф, прочее, вот есть там всякие штуки, типа там, поджипул и прочее, которые, ну, понятно, что они там, в первую очередь, может быть, там, для того, чтобы, основная их задача не про то, чтобы там фейл овер, может быть, обеспечивать, да, как-то в этом, а больше там стерилизовать там больше подключения клиентов, но в том числе они тоже вот, как бы, такой, кажется логичным, да, точка, в которой можно вот настроить вот это там автоматическое, там, не знаю, автоматические, там, переключения на реплики, еще что-то, то есть клиент знает только там для него как прокси-сервис, да, пиджипул там еще что-то. Балансер. Да, балансер такой, вот, а дальше... Не спросите слово пиджипул, говорите балансер. Балансер, хорошо. Пусть слушатель сам там достраивает ассоциации. Хорошо, да. Вот, такой прокси, да, вот, бдпрокси, а дальше уже там он пусть знает, где у него там мастер, где чего, вот, что вы про это думаете, про все? Ну, это уже такой некий, некая новая абстракция, автоматизация, это больше уже к девопсам относится, то есть в постгрессе вот я что-то вот так вот на скидку не припомню ничего такого. Вот если вот в губернете в средах там, да, там можно как бы, там больше пространства для этого, там у тебя есть сервисы, ты можешь сервисы там, можешь там балансеры делать, вот, и можно трафиком как бы играться, плюс там есть всякие свои там ингресс-контроллеры для входящего трафика, то есть много инструментов, которыми ты можешь как бы там придумать какую-нибудь хорошую схему для управления трафиком. А вне губернете ты такой думаешь уже, что надо использовать, у тебя есть всякие хапрокси, у тебя есть кипалаевы, но хапрокси и кипалаев ты можешь сделать только виртуальные IP-адреса, вот опять же, да, вот. Появляется какая-то точка, которая должна распознать read трафик и write трафик и как-то в соответствии вот со своим вот анализом этого трафика и знания полученного направить в нужное направление. И вот здесь вот возникает сложность, потому что вот есть два вида информации, баланс пользователя и какой-то информация о его товаре, который он загрузил там, да. Понятно, что баланс пользователя нужно всегда знать самый последний, самый актуальный, самый свежий, его нужно прочитать с мастера, потому что реплики могут асинхронно быть, они могут работать со составами, а информацию о товаре, там какую-то другую, там, я не знаю, статус пользователя, там, я не знаю, можно прочитать с реплики, там, задержка в секунды, как бы. Ну, ничего страшного не случиться, да. Вот. И вот эта вот балансировка, чтение записи, она всегда в идеальном случае на уровне приложения должна быть. То есть приложение должно знать откуда ему следует читать данные. А выносить вот это разделение трафика на чтение и на запись имеет свои ограничения. Мы не можем взять и автоматически как-то распознать трафик и конкретно эти селекты отправить на мастера, конкретно эти селекты отправить на на реплики. То есть это очень сложная система будет. Она должна как-то обучаться, как-то подстраиваться под новые запросы, которые появляются. То есть таких решений нет, но Тут еще один вопрос, который обычно на такие штуки прокси может возлагаться. Например, application level firewall, который умеет хорошо понимать не как привычный нам TCP-шный, сокет, сервер, IP-шник, порт, а именно лезть глубже. Я помню, лет 10 назад была такая, чтобы не знаю, сейчас живая нету Oracle, у них был db firewall, который ты его ставишь. То есть для клиента это обычная база данных, как Oracle, 15-21, пожалуйста, слушайте. Но он умел, во-первых, ты мог его включить в режим али-обучения. То есть ты запустил, у тебя там недельку приложения поработало, он тебе составил карту, типичные запросы. Вот там обычно приходит клиент, он там выполняет юзер-логин, там селек из таблички заказов. Ты ее обучил, он тебе потом, с одной стороны, это анализирует. И это не так. И 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 так и так. 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 И так что здесь. Какие есть механизмы. Хакеры с колебания стекла снимают. Да, да. Они записывают наши разговоры. Поэтому, так сказать, изощенности нет предела. Но просто интересно с точки зрения такого application level безопасности. Что здесь может такого быть? Что может быть или что уже есть? Ну, давай расскажите, что есть. Интересно, я думаю, будет узнать, может быть, есть какие-то механизмы. Что есть, то, к сожалению, ничего такого нет. Как это? Слайд. Безопасности. Нет безопасности. Ну, таких задач даже особо и не возникает. Но среди наших заказчиков нет особо такого, чтобы какая-то была такая необходимость. Это, наверное, больше... Возможно, просто, что пользователи Postgres, они просто еще не созрели для этого, что ли. Либо, ну, не знаю, может быть, нет нужды. Слушай, а может быть, просто вот, ну, как мысль в слух... Может быть, это какой-то редкий кейс такой. Нет, знаешь, как мысль в слух, может быть, это, опять-таки, связано с тем, что, знаешь, поскольку сейчас все как бы идет там в облака веб, да, и, по сути, у тебя вот эта типичная трехзвенка, да, там, клиент, application server и база, и вот путь, собственно, между application server и базой, он, ну, в большинстве случаев все же это какая-то защищенная там, ну, доверенная сеть, да, и нет такой большой потребности. У нас просто были такие вопросы, ну, потому что это там какие-нибудь интернеты, большие интернеты там супер распределенные там в заказчика, да, и не всегда это какая-то выделенная сеть от там всего другого офиса, как бы, всего другого интернета, да, и вот эта система, и поэтому стоял вопрос, что надо уметь, потому что, ну, как бы, если у тебя компьютер в одной единой там сети распределенной там, не знаю, по стране, ну, блин, знаешь, что угодно можно до сучаться, да, если есть какие-то firewalls, то, наверное, для какого-то типичного веб-приложения, как сейчас это, ну почти в счет сейчас идет так или иначе веб, у большинства, наверное, людей, мне кажется. Вот, может быть, из-за этого просто эта проблема не так сильно актуальна? Может быть, может быть. Ну, и в самом Postgres'е как бы не так много там, как-то, ручек, чтобы сделать там, ну, регулировать безопасность, да. То есть, условно говоря, мы в самом Postgres'е управляем только авторизацией пользователей, там, role-level security есть, потом SSL для шифрования, там, соединение трафика вижу, соединение. Слушай, а у вас есть, по-моему, вообще маскинг данных? Вот, мне кажется, очень часто об этом в интерпрайсе говорят, да, и вот и... Нету маскинга. Да, потому что вот в каком-нибудь там мире банков и прочее, когда там номера кредитных карт, вот, да, ну, типично вот на всех это, в общем, самый, по-моему, такой на слуху кейс, когда там администратор, чтобы не имел доступа, администратор базы данных, я имею в виду, там, да, в случае своих, там, поседневных, какой-то майн-теннин-задач, не имел доступа вот к таким очень чувствительным данным пользователям, как там номера кредиток, еще что-то, это важно, в принципе, да, и там в каком-нибудь органе у них есть такая штука маскинг, а ты настраиваешь, и, как бы, ты даже если делаешь дамп, ты получаешь, там, какие-то фейковые просто, или там, звездочками все замазаны. Да, с точки зрения дампа, пожалуйста, у тебя данные все есть, но это не чувствительная, как информация о том, в возрасте. Нет, ничего такого, нет, единственное, вот, настроить секьюрити таким образом, чтобы в зависимости от прав пользователя показывать ему, допустим, из таблицы или из представления, не все дамы, а то только то, что к нему относятся. Да, это вот все, что есть. А есть, как-нибудь, не знаете ли, есть какие-то вот обсуждения вот на эту тему? Потому что, в принципе, поздоровье сейчас довольно, вот, как бы, он, ну, на коне таком, да, и, в принципе, там, финансовый сектор, это такой лахомый кусочек, ну, большие нагрузки. Обсуждения, ну, как бы, они иногда проскакивают, но таких вот горячих топиков на эту тему в данный момент я не наблюдаю. Они больше сконцентрированы на в последнее время, ну, партиционирование, на параллелизме, то есть на таких фичах, которые позволили бы держать больший объем данных в рамках одного инстанца и проще ими управлять. А конкретно, вот, опускация данных, маскинг, я не могу сказать, что там что-то активное происходит. Слушай, вот ты как раз, кстати, затронул там тему, что-нибудь улучшение в плане, там, шардирования и прочего. Мне кажется, как раз мы так логично подходим к тому, что не так давно, чуть ли не на днях вообще, 11.1 вышла, да, на днях, по-моему. Вчера, да, вышла 11.1. Вот. Понятно, что, навряд ли, кто-то ее решился обоставить в продакшн. Но вы, как на передовой, вообще, по сгрессу, понятное дело, следите всегда, я уверен, там, смотрите, что там нового. Может быть, вот расскажешь, что там, очки есть интересные, там, нововведения, или, может быть, наоборот, какие-то моменты, там, сейчас недоработаны, еще что-то. Ну, вот, твое ощущение вообще? Ну, как бы, к сожалению, в комьюнити по сгрессуном сложилась такая ситуация, что на уровне бета-тестирования недостаточное внимания уделяется прогону новых фич, и довольно много багов проскакивают после финального релиза, и поэтому мы, в принципе, как бы, вот, выходит там 10.0.11.0, первый релиз, новая мажорная версия, мы просто присматриваемся в таком состоянии, там, ну, как бы, если вы начинаете новый проект, то можно брать эту версию. Ну, конечно, пока ты его придешь до релиза. А если ты сидишь в продукции, то желательно немножечко подождать, потому что, к сожалению, практика показывает, что повышенное внимание к новому релизу его начинают использовать, и проявляются какие-то там баги, которые нужно закрыть, и, соответственно, если у тебя очень высоконагруженный проект, то слишком высокий риск сразу же выкатывать в продукцию. Вот, ну, вот, в частности, этот релиз закрыл пару случаев, когда база крэшилась, так, достаточно неприятные баги, ну, баги, вот. Ну, а что, в принципе, вот так, в 11-го, вот так, кардинально такого интересного появилось? Декларативное партиционирование. Во-первых, можно теперь партиционировать по хэшу. То есть, да, раньше, если мы могли только по списку, там, либо по... По рейнджу. По рейнджу. Сейчас можно по хэшу. О, ну, это логично, как бы, как бы, в шаг. Ну, плюс сняли некоторые ограничения, которые были в 10-й версии. Там primary key, foreign key, индексы, триггеры на партиционированные партиции, да. Плюс, можно, появилась дефолтная, дефолтная партиция, если строка, как бы, не знает, куда ей деться, она в дефолтную сваливается, там живет, да. Какой фоллбэк. Вот, плюс апдейты. Когда ты апдейтишь строку в одной партиции, она может автоматически уехать там, в другую, если она... И позвесть под капотом ее переместит, да, все сделает. Да, да. Вот очень серьезное введение это в плане планировщика, как он работает с партиционированием таблицами, потому что десятка, она задала, ну, скажем так, общий интерфейс, как API, вот. А планирование запросов происходило также по старинке. Сейчас они сделали чуть больше динамики, и в частности, они уже худо-бедно умеют динамически отсекать ненужные партиции, то есть это не должна быть константа, известная на этапе планирования запроса. Это может быть какое-то значение, которое подтягивается там и связываемой таблицей, она позволяет отсекать часть партиций. Вот. Они, ну, как бы, это очень серьезное введение, собственно, без него особо там партиционирование. Ну, как бы, да, основной смысл партиционирования, чтобы ты заведомо не запрашивал те данные, которые тебе не нужны, да? Ради этого, собственно, они и задевались. Вот. Это очень классно. Вот. Вот. Виктор, а добавили JIT. Ты можешь что-нибудь про него рассказать? Ну, JIT. Зачем? Для чего? И где он полезен? Ну, как бы, смысл в том, что... Если у вас сложные аналитические запросы, там, где довольно много вычислений производится, то вы можете получить заметный выигрыш за счет того, что строится как бы одна сложная функция, которая производит все необходимые вычисления для каждой записи, и вместо там набора, там, десятков вызовов функций на каждую обрабатываемую запись вызывается только одна. За счет этого вы можете получить достаточно серьезную производительность к скорости. Вот. Но это такая новая фича. Она... Я, как бы, незадолго до релиза было обсуждение. Они ее в дефолтом конфиде выключают, и все равно, чтобы она работала, вам нужно собирать подраз с поддержкой соответствующей. Если вы используете, ну, официальные репозитории, то, по-моему, там пакеты ее поддерживают. По крайней мере, на Ubuntu подтягиваются нужные либы, и подразумно идет из коробки. Вот. Но можно пробовать, она, возможно, вам поможет, особенно на таких серьезных лаб-запросах. Ну, это... Я прям понимаю, что если у тебя есть какой-то там запрос, ну, понимаешь, там, серик, там, сами там, колоночки, это ни о чем, но если у тебя есть какая-то функция, типа, вместо колоночки, там, примени, умножь, сложи. Таким математикой. Ну, конечно, математика, да, считается. Там, агрегатной функцией, я так понимаю, это тоже распространяется, да, наверное, какие-то такие аналитические функции. Да. А, ну, они просто джетуются, и, соответственно, выставляются итоговым уже так сказать. Ну, то есть вычисляется один раз, то есть за счет этого производится экономия. Еще очень классная фишка, это параллельное создание индексов появилось. То есть если до сих пор параллелизм работал только для читающих запросов, то сейчас вот create-индекс можно параллельно. А он как бы в фоне будет потихонечку? Ну, нет, в смысле не в фоне, в смысле использует параллельное сканирование таблиц. То есть как бы это существенно ускоряет процесс. Это приятно. Там плюс еще параллелизм для create-table as, и материализованные представления тоже можно попараллелить. То есть они улучшили поддержку параллельного исполнения запросов. Как и репликация, он скажет. Близзм так настаивается. Ну, это в принципе типичная, да, типичная. Типичная для Postgres, модель, где в штуку запилили, короче, и потом она так. То же самое с G, там его добавили. В 12-й версии мы наверняка увидим там в релизноцах какие-то там такие major improvements. Не, ну на самом деле подход-то очень правильный. Ты как бы вот не гонишься там, хотя тоже сложно сказать, это не совсем правда, мне кажется. Вот Postgres тоже гонится, так сказать, за какими-то фичами с точки зрения там привлечения новых там пользователей, да, и маркетинг, он как бы никуда не девался, мы все как раз понимаем. Но вот именно подход, что ты там выкатил какую-то базовую основу, заложили, она там пожила там какой-то релизик, другой как-то сформировалась какие-то там шероховатости. Тут можно вспомнить историю, как были попытки запилить в мерч. Да, да. Там один из коммитеров, который имеет права коммита, да, он пытался там на собственном авторитете завести мерч. Ну, команду. Исквилл. Да, чтобы она была поддержкой. Вот Виктор лучше знает. Он сидел за все эти истории. Ну, как бы, ну, мерч, команда, то есть есть insert, update, select и вот мерч, то есть это означает, что если записи нет, мы, допустим, их вставляем. Ну, это он же absurd, как сейчас. Ну, да, да, да. Ну, как бы, вот. И они очень хотели вот именно вот такой синтаксис запилить, и это было сделано таким наскоком, то есть вот как бы появился патч достаточно поздно в цикле разработки. Вот. Он там прошел пару итераций, причем появился он от одного, от одной из компаний, которая участвует в разработке. Прошел несколько там итераций, ну, его посмотрели, и через какое-то время вот тоже представители этой же компании, которая является коммитером, говорит, а он в нормальном состоянии, потому что за коммитером. Погнали, да. Да, погнали. И как бы остальные коммитеры тоже, ну, как бы коммитеры, поскольку они имеют право модифицировать код, они как бы считаются такими авторитетными людьми, которые имеют право принимать серьезные решения. Они начали высказываться за то, что как бы это как-то слишком быстро. Быстренько-то так, насколько там был один человек, который потратил время сделать детальный обзор того, что там было предложено, он там указал на несколько неприятных архитектурных решений, которые будут очень проблемные в продержке, которые следует переделать. Они были проигнорированы. Ну, и через какое-то время там падает второй патч поверх первого, потому что, ну, как бы я вот часть этих замечаний устранил, но в общем и целом претензии сохранились, через какое-то время патч полностью откатывается. Ну, то есть, как бы вот бывают такие проявления. То есть, да, фича, если она появляется в Postgres, если, ну, она появляется только в том случае, если достигнет какой-то кворум там по согласию, что, да, действительно это должно быть добавлено, это архитектурно и задизайнено грамотно. Тут это очень правильно, потому что мы же все понимаем, что, да, если ты какую-то фичу впилил, да, выкатил релиз, кто-то ее попробовал заюзать, а потом выяснилось, что ее надо архитектурно все переделать, а тут уже есть люди, которые, там, мы ее в продакшене юзаем, что за фигня, да, и вот это тут ставит сразу в проблему. То есть, надо все же немножко более обдуманно подходить к вопросу. Ну вот, несмотря на то, что этот подход практикуется в подрусе уже давно и очень многие фичи приходят, ну, скажем так, долго, если мы будем говорить о параллельном исполнении запросов, то там первые наметки появились, по-моему, в версии 9.2, они очень долго вообще никак не были видны тебе как пользователю базы данных, но тем не менее они там присутствовали. Вот, то сейчас мы, как бы, приходим к такому состоянию, когда очень много, очень серьезных, больших фич приходит, неизбежно, ну, как бы, к сожалению, внесут с собой какие-то баги. И вот, в частности, вот 1.1 вышла, и там один из баг закрыли, ну, там, в commit-месседже там прям написано, что очень жалко, что мы не обратили достаточно внимания на этот патч во время его обсуждения, потому что там есть некоторые вот такие архитектурные не очень удачные решения, и нам нужно, вот, как бы, мы закрываем основную проблему, которая, ну, user-visible, а дальше мы будем думать о том, что же с этим делать и как привести в более удобоваримое состояние. Ну, к сожалению, такие случаи случаются. Вот, и несмотря на это все, то есть можно сказать, что вот новые возможности появляются, а потом они очень-очень долго, ну, как бы, вызревают, то есть ты сразу, вот, например, мне очень нравятся афичи, которая в 9.6 появилась, это возможность наблюдать прогресс автовакуума, как он происходит. Ну, как бы, есть была создана инфраструктура за возможностью наблюдать длительные процессы, которые происходят в базе, но пока только вакуум. Больше ничего нового не добавляется. То есть, возможно, это делается с тем умыслом, что добавление, ну, как бы, возможности мониторить другие части системы, это уже не столь сложная задача, ее может сделать патч, ну, какой-то, ну, скажем так, не матерый разработчик, а кто-то, кто хочет, ну, скажем так, влиться в процесс. Но, тем не менее, вот, ну, как бы, дальнейшее развитие вот в этой области чуть-чуть приостановилось. И, как бы, везде мы наблюдаем, то есть в десятке появилась встроена логическая репликация, а в одиннадцатой для логической репликации встроены никаких особых, грандиозных нововведений нет, хотя внутри очень много, что было переделано по фикшену, то есть была проделана работа. Ну, да, сложный продукт становится очень сложным. Если раньше, там, где-то в начале двухтысячных, там, патчи и фичи падали, там, только дым стоял, то сейчас это все очень долго, очень кропотливо, внимательно и так далее. Ну, да, да, тяжко все. Ну, тут, вот, кстати, Мэй, если даже говорить про фичи, знаешь, мне кажется, Postgres в этом плане чем хорош, что очень хорошая, ну, не знаю, насколько очень и очень, я не разработчик, мне, наверное, сложно судить тогда, но, как минимум, есть некая база, которая позволяет тебе, вот, там, написать стороннее расширение, да, и которое будет что-то на основе какой-то, вот, за счет этой базы и именно самого Postgres, да, расширять, дополнять, потому что вот мы смотрим кучу здесь расширений, там, в том числе по мониторингу, да, потому что кому-то что-то не хватает, нету этого из коробки в Postgres, люди пишут расширение, которое позволяет тебе что-то еще дособирать. И вот это такой всегда компромисс, с тем, чтобы втащить все, как бы, в ядро, условно говоря, не факт, что оно всем нужно, да, это же все больше кодовая база, пухнет, она и так там уже содержит какие-то там, не уж не сколько там строчек, тысяч, миллионов там, в возрасте кода, не знаю, не знаю, не знаю, вот, да, с другой стороны, как бы, пожалуйста, можно всегда сбоку, если это что-то хорошее, ну, почему, можно тоже так же отдельно поддерживать, в общем-то, и пользоваться, но Бессон, для этого нужна какая-то основа, вот, вот, что-то, что-то было в ядре, мне кажется, про это тоже как-то, я не помню, кто-то рассказывал, какой-то доклад был, вот, не, ну, как бы, расширяемость подгруза изначально была заложена, и она действительно хорошая, вот, но другое дело, что, ну, как бы, очень хочется, чтобы то расширение, которое тебе нужно функционально, которое ты хочешь поставить на свою боевую базу, оно было бы еще и в таком состоянии, чтобы ты был бы уверен, что оно в каком-то особым случае, да, не поведет себя очень неприятным образом, то есть, вот, а поскольку это все разрабатывается, ну, скажем так, энтузиастами, там, и получается, что, ну, там нету достаточного внимания со стороны разработчиков, самого подростка, которые там, очень хорошо понимают его архитектуру, и могли бы указать на какие-то там нестыковки, которые лучше было бы реализовать иначе, ну, так вот. Ну, да, да, наверное, как-то так. Ладно, что, наверное, может, в самом таком завершении уже, может, какие-то вот, что нового мы там в 12 планируем, такого интересного, вот, что больше ожидается, ожидаемое. фича в 12-е, это в том, что вот проблема версии, система версионирования в Postgres, она для многих вызывает проблему, ну, как бы, вызывает сложности в поддержке базы продукции, и поэтому очень давно думают о сделать что-то похожее на то, что сделано в Oracle, когда есть Andulog отдельный, а в Hippie у нас только актуальные версии блоков, и чтобы сделать это все красиво, сейчас разрабатывается API для подключаемых сториджей, вот, но это делается таким образом, чтобы, ну, все равно, как в настоящий момент, весь контроль над транзакциями, и, в общем, сохранялся в ядре, там просто у нас немножечко меняется API нижнежащего сториджа, и, в частности, там, в EDB они уже заявили, что они, как бы, тоже внутри себя, ведут работу, и когда будет известен более-менее окончательный вариант API со стороны сообщества, они подстроят свою разработку под этот API, и тоже, скорее всего, в open source отдадут, вот, как бы, первый, там, скажем, отличающийся тип сториджа, который будет работать, примерно по такому же принципу, как в Oracle, когда, ну, у нас Andul выделен в отдельную зону, а в основной части таблицы у нас хранится самая актуальная версия этого всего, ну, как бы, вот, это самая такая ожидаемая фича, но, правда, она очень сложная, тут, гадалки не ходили. Не, ну, да, если бы, как бы, ее никогда не было, то тут, это большое такое нововведение. Ладно, что, мне кажется, неплохо, мы так обсудили, давайте, наверное, на этом, было хорошо, на этом поставим точку в этом выпуске. Ребят, спасибо вам, что пришли. Спасибо. Напомню, что у меня в гостях был Алексей Лисовский и Виктор Егоров из Датегрета. Вот, друзья, вам спасибо, что слушали, пишите ваши замечания, комментарии, предложения, пожелания, будет очень приятно, если есть какие-то вопросы, тоже не стесняйтесь, я ребятам передам, думаю, они найдут минутку, чтобы на них тоже ответить. Да, конечно, конечно. Все, всем счастливо, спасибо, пока. Пока-пока, пока.